Сегодня мы с вами приготовим фасоль. Я буду говорить фасоль, потому что не хочу опять эти разборки в комментариях, как кто называет. Я буду готовить фасоль. Для ее приготовления нам понадобится сама фасоль, пеструю я беру всегда. Некоторые готовят с красной, но мне нравится с пестрой. Сельдерей, кинза, чеснок такой, но это по желанию. И вот чеснок зубчиками, аджика, хмели-сунели и лук. Ну и желательно, если у вас есть вот такой котелок, то можно в нем варить. Если нету, то вы можете взять кастрюлю с толстым дном. Сейчас нужно открыть фасоль, почистить ее, обязательно перебрать, промыть и поставить вариться. Я залила фасоль кипятком и сейчас, когда закипит вода, я ее солью. Все, фасоль закипела, теперь я сливаю воду и наливаю снова. Фасоль закипела, сейчас я уменьшаю огонь и пускай варится до готовности. Если вы хотите, чтобы фасоль быстро приготовилась, ее можно замочить на ночь кипятком. И потом уже на следующий день слить эту воду, залить кипятком и варить. Она так приготовится намного быстрее. Фасоль варилась у нас полтора часа и сейчас я мелко-мелко нарезаю лук и закину лук прямо в фасоль. Некоторые обжаривают лук, но мы с мамой так не делаем, нам не нравится вкус вот именно пассированного лука в фасоли. Мы кидаем прямо так. Сейчас закидем весь с вами. Надо еще чуть-чуть добавить воды, слишком много воды выкипело. Сейчас перемешаю. Когда это проварится, все минут 10 и потом я уже буду толочь фасоль. Я добавила воды, чтобы она покрывала фасоль. Дальше, если потребуется, то можно еще будет добавить. Пока лук варится, я сейчас нарезаю зелень, потом еще нарежу чеснок, заранее приготовлю, чтобы уже в конце потом добавить. Фасоль варилась два часа и вот она уже готова. Когда вы ее вот так вот разминаете, видите, она уже начинает рассыпаться, значит фасоль готовая. Сейчас мы берем толкушку и нужно размять всю фасоль. Все, я размяла фасоль, больше не буду мять. И, наверное, я чуть-чуть еще добавлю воды, потому что когда фасоль остынет, она станет намного гуще. Нужно рассчитывать на это. Сейчас добавлю соль по вкусу, наверное, пока чайную ложку, потом попробую, может быть, еще добавлю. Одной чайной ложки мне показалось мало, так что я добавлю еще вот так, чуть-чуть без горки. И сейчас я сразу кладу хмель в туннели, где-то две чайные ложки и аджику. Без аджики никак нельзя, потому что фасоль должна быть острой. Если у вас нет аджики, вы можете положить просто горький перец. Сейчас все это размешиваем. Пожалуйста, не обращайте внимания на посторонние звуки, которые есть у нас за кадром, потому что здесь пятеро детей, и сами понимаете, что детей держать в тишине просто не получается. Сейчас, как закипит, я сразу добавлю зелень и все, и снимаю с огня. Фасоль уже закипела, и теперь я добавляю в конце всю зелень. Сейчас это все нужно хорошо перемешать, и уже можно снимать с огня, и фасоль готова. Ну что, фасоль готова, ее обычно подают вместе с мамалыгой, но, в принципе, можно и просто хлебом помакать. Если кому интересно, то рецепт мамалыги уже есть у меня на канале, я когда готовила. Я оставлю ссылочку на видео внизу в описании под видео, под этим. Все, всем пока, спасибо за просмотр и приятного аппетита!